Роль молекулярной диагностики в лечении операбельных форм рака лёгкого, я сразу могу сказать, что этой роли на сегодняшний день нет, но всё-таки надо же занять чем-то отведённое время, поэтому давайте мы помучаемся. Ну, на самом-то деле, если мы говорим про роль, по крайней мере, если мы говорим о перспективах, то тут можно разделить на разные этапы, ну, по сути, это не одевантная терапия, это одевантная терапия, это оценка результатов хирургического лечения, нужна она или нет, судите сами, но всё-таки это послеоперационный мониторинг рецидива заболевания, ну и, наконец, ранняя диагностика рака лёгкого. Значит, на сегодняшний день львиная доля тестов, которые мы имеем, она так или иначе связана с препаратами, но препараты-то эти зарегистрированы для лечения метастатических форм рака лёгкого, и когда вот эти же мутационные тесты пытаются перенести на лечение операбельного рака лёгкого, я абсолютно согласен, когда стоит речь об одевантной терапии, я с Даниилом Львовичем абсолютно согласен, что, в общем, мне кажется, что это очень важное направление, и это будет делаться. Но на сегодняшний день это разные вещи. Молекулярная диагностика вообще рака лёгкого, я попытаюсь это показать, и молекулярная диагностика для назначения препаратом уже с метастатическим неоперабельным раком лёгкого, потому что здесь у нас спектр мутации, который нужно выявлять, чтобы выбрать препараты, это совсем другой контингент больных. А в другом случае, опять же, мне это проще проиллюстрировать словами, это скорее диагностика опухоли как распространённости процесса и тому подобное, и тому подобное. Ну, смотрите, это не совсем честный пример, потому что на самом-то деле, когда мы говорим про неодевантную терапию, операбельный рак лёгкого, мы подразумеваем, что это более или менее условно-операбельная опухоль на момент диагноза, и терапия назначается для каких-то целей, ну, в частности, я помню дискуссию, что есть позиция, что это позволяет снизить объём операции, есть позиция, что, несмотря на то, что опухоль уменьшается, удалять надо операцию проводить в том же объёме, но так или иначе, это всё равно условно-операбельные формы. Здесь немножко другая ситуация, это как раз Евгений Владимирович, пациентка, значит, и пациентка, и пациент, два случая. Здесь изначально был неоперабельный рак, но это демонстрация того, это с этим статьям, посмотрите, 2009 год, это 10 лет прошло, это демонстрация того, что после, если пациент с мутацией, если правильно назначен ингибитор тирозинкиназы, то это после этого можно проводить операцию. Ну, с другой стороны, если мы говорим о том, что в принципе же бывает такое в онкологии, что это конверсия неоперабельных форм заболевания в операбельные, честно говоря, сама идеология мне очень нравится, потому что если мы говорим о самом, так сказать, особенностях вот этого процесса метастатического, абсолютно бессмысленно, на мой взгляд, продолжать системную терапию, если у пациента осталось несколько очагов, это все прекрасно знают, что уменьшаются очаги, уменьшаются, и потом оставляется несколько, один или несколько очагов, которые не просто продолжают оставаться интактными на фоне продолжающей терапии. Нет никакого смысла продолжать системную терапию, если нет продолжающееся уменьшение динамики очагов. И вот тут вообще взаимодействие разных специальностей – это системная терапия, это традиционная хирургия, это радиохирургия. По-видимому, это еще все-таки какая-то вещь, где предстоит много работать, по крайней мере, таракальным хирургам. По крайней мере, я знаю, что эпизодические такие вещи делаются и в 62-й больнице, и у нас в институте оперируют таких больных, у которых достаточно метастатический очаг. Я с точки зрения моего воспринятия вот этой особенности, этой болезни, мне кажется, что это правильный подход. Но здесь, конечно, нужны клинические испытания, это не вопрос веры, несомненно. Еще один момент. Ну, на самом-то деле, именно благодаря таким работам мы что-то новое можем узнать. Это не совсем работа, которая имеет практический характер. Это та пациентка, которую вначале назначили терапию ингибиторами тирозинкиназа. Насколько я правильно помню, через несколько недель она попросила на фоне очень хорошего ртата ее прооперировать. В начале, когда появились РС, говорили эффект лазеря, потому что моментально у пациента проходили одышка, боли, симптомы заболевания. Вот это разрешение симптомов занимало всего несколько часов. Если вы посмотрите на рентгеновские снимки, то, в общем-то, там нет такой динамики на компьютерной томографии, там нет такой динамики, чтобы так моментально уменьшалась опухоль. Что происходит? Но это наша собственная работа, когда мы заподозрили, что, наверное, симптомы вызывают не столько размер опухоли как таковой, сколько выделение воспалительных факторов цитокинов. И вот, посмотрите, здесь редкий случай, на самом деле, здесь опухоль исходная и опухоль через 3 недели после назначения РС. Что мы видим? Мы видим достоверное уменьшение продукции цитокинов, которые могут вызывать боль, которые могут вызывать воспаление. Еще один пример. Вот как раз пример, когда пациентка получает РОС-ингибитор, и у нее остается единичный очаг, который Евгений Владимирович удаляет. Соответственно, самый важный вопрос. РОС удалили. А дальше что делать? Ну, если смотреть теми правилами, которые выработаны для лечения других опухолей, там все-таки правила достаточно четкие. Если мы в патоморфологическом материале видим единичные опухолевые клетки, это означает, что опухолевые клетки в организме остались, и эту системную терапию надо продолжать. Если мы не видим остаточных опухолевых клеток, тогда, в принципе, можно обойтись без адюванта. Ну, тем более, сами понимаете, адювант к РС-инибам, в общем-то, нигде не прописан. Это тоже нюанс. Морфолог смотрит опухолевый материал, там нет опухолевых клеток. Но здесь же есть РОС-транслокация, а на самом-то деле молекулярные методы диагностики, они на порядок более чувствительны, чем методы диагностики морфологические. И что, посмотрите, морфолог ничего не видит на слайдах, говорит, что нет опухолевых клеток, а мы делаем молекулярный тест, достаточно рутинный, ничего особенного нет. И, увы, здесь-то признаки РОС-транслокации есть, они присутствуют. Ну, на самом деле, здесь есть еще один нюанс, потом другой морфолог этот же препарат посмотрел и очень смеялся над первым морфологом, говорит, как тут не видно, это же ежу понятно, что здесь опухолевые клетки есть. Тоже, в общем-то, показатель роль молекулярной диагностики. Понимаете, мы всех морфологов не воспитаем, это невозможно. Если есть полуавтоматический метод, который работает независимо от морфолога, это очень хорошо, потому что это решает проблему воспроизводимости. И в данном случае мне абсолютно очевидно, что в этой ситуации будущее за этими методами. Для начала они лучше по своим операционным характеристикам, чувствительной специфичности, и самое главное, они более объективны. Очень много надежд связывают с жидкостной биоптией. Что такое жидкостная биоптия? Если мы имеем опухоль, часть опухолевых клеток, по-видимому, распадается, и когда эти клетки распадаются, то мы вот эту мутированную ДНК можем выявлять в бесклеточной фракции крови. Вот здесь принципиальное отличие от того, что я рассказывал раньше. Помните, у меня было много оговорок. Вот у нас спектр мутаций, которые так или иначе определяются для метастатического рака легкого. Если мы говорим про жидкостную биопсию, то здесь ситуация меняется, потому что хорошие мутации, которые позволяют лечить, они в основном бывают при аденокарциноме. Но при аденокарциноме нет такого распада опухолевых клеток. Жидкостная биопсия при аденокарциноме малоинформативна, потому что опухоль интактна. Куда в этом плане полезнее плоскоклеточные раки? Там тоже есть мутации, но эти мутации не те, которые позволяют правильно выбрать препараты, а это те мутации, которые являются маркерами опухолей. Так или иначе, жидкостная биопсия на сегодняшний день более или менее работающий метод. Что она позволяет? Вы прооперировали пациента. Вам надо знать, какие мутации в исходной опухоли, и далее делается вы тест по крови. Вы знаете, радикально прооперирована опухоль или нет. Я имею в виду, радикально действительно радикально или нет. Это важно, потому что в перспективе подобные пациенты, по-видимому, будут работать переключательно, назначать адювантную терапию или не назначать. Важно? Несомненно. Далее, вот тут уже сомнительная клиническая значимость. Если вы за подобными больными следите, то подобный тест у вас на два месяца раньше позволяет предсказать рецидив. На мой взгляд, ну, рецидив, понимаете, то есть диссеминация процесса, это совсем не локальный рецидив. Важно ли это? Честно говоря, я думаю, что нет. Потому что от того, что вы выявили на 70 дней раньше признаки системного заболевания, и даже если вы на два месяца раньше начали системное лечение, скорее всего, судьбу пациента вы не измените. Я беру параллели с раком молочной железы. Там, где наблюдали за пациентами, да, им раньше назначали химиотерапию, но жили они ровно столько же. Просто они хуже жили за счет того, что у них удлинялся период приема лечения. Подозреваю, что здесь при менее эффективной терапии результаты будут сопоставимые. Ну и контроль эффективности, кстати, одевантной терапии. Посмотрите, что показано в клинических исследованиях. Эти прооперированные пациенты, они получают одевантную терапию. Если в процессе одевантной терапии у вас падает титр, опухолевая ДНК, то это означает, что одевантная терапия действует. У них лучше прогноз, чем у остальных больных. Будем ли мы на основе подобных тестов, допустим, менять одевантную терапию, один препарат на другой, сложно сказать, потому что не такой уж большой выбор для одевантной терапии. Но так, в принципе, определенные возможности для надежды, несомненно, есть. В чем проблема? Все-таки жидкостная биопсия очень плохо работает, когда у вас предел детекции компьютерной томографии. Если опухоль 1 см кубический, это 1 грамм, это предел выявления. Вы тут на жидкостной биопсии, скорее всего, ровным счетом ничего не увидите. Начинает этот тест работать, когда у вас суммарный размер опухолевой массы от 10 до 100 грамм. Согласитесь, это, в общем-то, много. Ну, вот то, что есть. Возможно, здесь операционные характеристики метода будут улучшаться. По крайней мере, над этим работают. Я не стану говорить про одевантную терапию, потому что Даниил Львович уже все сказал, но я просто присоединюсь к нему. Несомненно, у нас никаких стандартов нет, но я всем пациентам не боюсь говорить, что если у вас прооперирована опухоль, условно, скажем, выше, чем первая стадия, таких большинство, если у вас есть мутации, GFR, ALK, если есть возможность попринимать одевантно-терозинкиназные ингибиторы, на основе здравого смысла, веры, на основе клинических испытаний, это будет правильное решение. Сложно сказать, потому что мы не знаем, как таких пациентов лечить, когда они рецидивируют, потому что у них, по идее, уже могут быть резистентные формы. На самом деле, если брать реальные клинические испытания, там не так все плохо, потому что что получается? Ограниченный был прием препарата, и если возникали рецидивы, то когда прекращали вот этот прием, понимаете, они сохраняли чувствительность. Но тут уже более философские вопросы. Насколько адекватные дозировки? Должны ли мы лечить теми же дозами метастатическую болезнь, как и в одевантном лечении? И самое главное, сколько времени принимать? Почему ингибиторы ароматазы, эндокринная терапия при раке молочной железы проводится 10 лет, а здесь всего 2 года? Здесь нет никаких рациональных объяснений. Это просто потому, что такая стоимость препарата, и так задуманы исследования, только и всего. Ну и, наконец, это последний слайд. Оптимисты считают, что рано или поздно все виды рака будут выявляться по жидкостной биопсии. Действительно, здесь ДНК, РНК-маркеры, они дают намного более высокие оперативные характеристики, чем обычные маркеры. И логика какая? Мы берем самые частые мутации, дальше делаем тест, основанный на молекулярных маркерах, и так или иначе, что показывает это исследование? По крайней мере, если мы посмотрим на рак легкого, то примерно 50% опухолей на операбельных стадиях, на операбельных, это значит с первой по третью, уже имеют в кровотоке признаки опухолевой ДНК. То есть теоретически-теоретически этих больных можно было бы выявить при скрининге по ДНК-тесту. Ну, опять же, это все очень такая непростая арифметика, потому что, честно говоря, выявить это одно, а вот позволит ли этот тест их вылечить, это совершенно уже другой уровень сложности. Но так или иначе, то, что направление это перспективное, то, что здесь есть и будут успехи, с этим спорить бесполезно, это несомненно так. Спасибо за внимание. Евгений Наумович, так граница детекции 1 сантиметр. Да? Я бы так сказать... А какой размер позволит минимально, но достаточно, минимально, но достаточный размер позволит с огромной долей вероятности выявить опухолевые ДНК? На сегодня 1 сантиметр – это граница детекции для идеальной ситуации, для томографии они могут выявить очаг. А если брать жидкостную биопсию, у нее параметры хуже, у нее надо, чтобы суммарный размер очагов в реальной практике был начиная от 10 грамм. 10 грамм – это, соответственно, 3 сантиметра. Три сантиметра. Три сантиметра. Но в этом плане очень много делается разработок, как улучшить эти параметры. Насколько они окажутся успешными, сложно предсказывать, но, по крайней мере, то, что над этим думают, и то, что действительно сейчас вот эти характеристики метода было лучше, чем были 3 года назад, это факт. Но не улучшив эти параметры, востребованность метода… Я абсолютно с вами согласен. Я же с самого начала сказал, что мне говорить не о чем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.